Еще одна мера поддержки, говорят, в краевом отделении пенсионного фонда. Но не для всех, а только для особо нуждающихся категорий. К ним государство отнесло беременных и одиноких родителей. Если с первой группой все ясно без дополнительных разъяснений, то со второй все не так просто. Люди не поняли, какого родителя можно считать юридически одиноким. Оказывается, всех. У кого второй супруг умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении ребенка. Еще один вариант – супруги в разводе. Чтобы получить пособие обозначенным группам, нужно соблюсти ряд условий. Будущим мамам нужно встать на учет в женскую консультацию в первые 12 недель беременности. А одиноким родителям не только воспитывать ребенка определенного возраста, но и иметь доход ниже прожиточного минимума в регионе и владеть ограниченным числом движимого и недвижимого имущества. Впрочем, доходы и имущество перед назначением выплаты оценят и у беременных. Получать пособия смогут семьи, имеющие только одну квартиру, дом, дачу, гараж, автомобиль и мотоцикл, а также небольшой вклад в банки. Новые пособия полагаются и для поддержки детей-сирот. Перечислять их будут законному представителю, опекуну или попечителю. Что касается размера, выплат в нашем крае – это почти половина прожиточного минимума. Семьи с одним родителем смогут получать 5305 рублей ежемесячно на каждого ребенка, а будущей мамы чуть больше – 5744 рубля. Мы будем зачислять денежные средства только в платежную систему «МИР». Это первое. Второе – либо на те накопительные сберегательные счета, которые открыты. Для других платежных систем перечисление денежных средств закрыто. Подать заявление можно дистанционно, через госуслуги или лично в отделении пенсионного фонда. К слову, больше 15 тысяч жителей края уже обратилось за такой материальной поддержкой. Рассмотреть заявление должны в течение 10 дней.